В Брюсселе у Пашиняна назревал весьма хитрый план по итогам встречи в Брюсселе, на полях саммита Европейский Союз, Восточное Партнерство, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали заявление, суть которых в том, что и Баку, и Ереван подтверждают намерение исполнять договоренности, достигнутые при посредничестве Москвы и зафиксированные соответствующими документами от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Об этом в беседе с корреспондентом Аксар. Эйзи сказал глава экспертно-аналитической сети Политрас, российский эксперт Виталий Альков, для нынешнего руководства Армении, пытающегося быть слугой двух господ и добиться реванша над Азербайджаном хотя бы в политическом аспекте, встреча в Брюсселе имела важное значение. А вот для руководства Азербайджана она была, скорее, проявлением вежливости в отношении Евросоюза и подтверждение того, что Баку последовательно выступает за конструктивный диалог и переход в отношениях с Ереваном от конфронта ЦИ к миру, добрососедству и сотрудничеству в различных сферах, отметил наш собеседник. Касаясь темы провокации армянских депутатов, которые в период брюссельского саммита устроили шоу в парламенте Армении, эксперт подчеркнул, что смотря на сегодняшние события в Национальном собрании Армении, может показаться одно, против Никола Пашиняна даже его партия. Никол не контролирует ситуацию в стране. Однако все элементы похожи на заранее срежиссированный спектакль, где Пашинян — хороший полицейский, а депутаты — плохие. Устроенное сегодня шоу, по замыслу его сценаристов и постановщиков, должно позволить официальному Еревану продолжать не исполнять взятые на себя обязательства в рамках подписанных с Баку документов. Однако Пашинян и его команда в буквальном смысле играют с огнем, терпение Баку тоже не беспредельно. Что, собственно, уже было продемонстрировано осенью 2020 года. И если Никол Пашинян не хочет по-хорошему, то Ильхам Алиев может и по-плохому, отметил Альков.